Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Познакомимся с Западной Арменией на Хичеван. На горе Джуджи в Западной Армении проводятся незаконные вырубки деревьев. Арарат Мирзаян обсудил вопросы региональной безопасности армянских военнопленных с Викторией Нуланд. Французские депутаты почтили память жертв геноцида армян. 4 мая 1937 года началась резня в Дерсиме. Республика Армения ответила министру иностранных дел Турции Мавлю Тучавушоглу. Тяжелоатлет Гарник Чоклаян стал победителем молодежного чемпионата мира. Нахичеван занимает значительное место в истории Западной Армении. Соляная шахта использовалась недалеко от города с периода Неолита. Известен город Астапад, а также другие известные исторические места, которые являются свидетелями древнего поселения человека в местности. Нахичеван, находясь в центре транзитных торговых путей Древнего мира, была одним из известных общественно-политических и культурных центров армянского народа. В районе с древних времен сохранились и дошли до наших дней ряд исторических и архитектурных памятников. Вырубка лесов происходит на горе Джуджи в Западной Армении. Начатая вырубка леса под строительство новых военных баз проводится на глазах у жителей региона без учета их согласия. Западная Армения неоднократно заявляла о своей позиции в отношении противоправовых действий на ее территории. То, что здесь происходит – очевидное преступление. На самом деле аппетиты турецкого государства не удовлетворяют боевые действия. Это также война против природы и окружающей среды. Находящийся с рабочим визитом в США министр иностранных дел Арарат Мирзоян 2 мая встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Обсуждался ход договоренностей, достигнутых между лидерами Армении и Азербайджана в Сочи и Брюсселе. Была упомянута ситуация в Арцахе. В этом контексте глава МИДа Армения подчеркнул важность возобновления работы сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Были обсуждены гуманитарные вопросы, возникшие в результате 44-дневной войны. В частности, немедленное освобождение армянских военнопленных, сохранение армянского культурного наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Министр иностранных дел Республики Армения представил последние события, связанные с процессом нормализации армяно-турецких отношений. Делегация во главе с главой группы Дружбы Франции Армении Сената Франции Жильбером Люком Девизом в сопровождении главы группы Дружбы Армении Франции Национального собрания Владимира Варданяна 3 мая посетила мемориаль Цитернакаберт. Французские депутаты возложили цветы к вечному огню памяти жертв геноцида армян. Гости также посетили музей Институт геноцида и познакомились с документами, удостоверяющими геноцид. Руководитель группы Дружбы Франции Армении Жильбер Люк Девиз сделал запись в книге воспоминаний. Дерсимская резня в Западной Армении началась 4 мая 1937 года. Хотя турецкое правительство описывает эти массовые убийства как санкцию против непокорных курдских племен, на самом деле это был новый геноцид, особенно против армян, которые пережили геноциды армян 1915 года. Массовые убийства закончились в 1938 году. Бывший министр иностранных дел Исхан Сабри Чаглаглин, ответственный за резню в Дерсиме, сказал в своих мемуарах, они укрылись в пещерах. Армия использовала ядовитый газ, чтобы отравить их, как крыс. Сегодня мы, наконец, можем легко войти в Дерсим. Десятки тысяч человек были уничтожены в период с 1937 по 1938 года. Тысячи людей были насильственны и изгнаны с родины. Прошло 85 лет с момента расправы, но раны до сих пор живы. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Армения, отвечая на вопрос, СМИ сообщает, нет обсуждения или соглашения о переопределении границы между Арменией и Турцией. Такого вопроса в повестке дня нет. Отметим, что турецкий министр рассказал о третьей встрече спецпредставителей Турции и Армении, которая состоится 10 мая в Вене. Молодые армянские тяжелоатлеты успешно стартовали на чемпионате мира. Как сообщает Армен Пресс, в Греции стартовал молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. Старт для армянской команды был удачным. Первым в борьбу вступил Гарник Чулакян, который поднял 108 килограмм и толкнул 132 килограмма. Чулакян стал золотым призером молодежного чемпионата мира с результатом 240 килограмм. А также участвуют Тандраник Папеян, Гор Саакян, Мнацакан Абрамян, Сурен Григорян, Геворг Карагамян, Гарик Карапетян, Петрос Петросян и Милена Хачатрян. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.